Приветствую вас, дорогие любители и поклонники футбола! Продолжаем следить за судьбой Алекса Хантера, который вам турнули, вернее, сдали в аренду в другой футбольный клуб под названием Нью-Кассел. Как мы видим, что Нью-Кассел идет на втором месте, но это, скажем так, более низкий дивизион, нежели тот, в котором выступала наша команда Вестбронвич. Остановила здесь вообще не видать. А вот она остановила, девятая, она все-таки в Англии. А вот эта с желтой птичкой на каком месте тогда? Бертон Альбион, что ли? Не знаю, вообще ее не вижу. Может быть, она еще на дивизион ниже, я не знаю. Вообще, правильно ли говорить дивизион или, может быть, здесь лиги, лига, может, не знаю. Короче говоря, я выбрал довольно, походу, удачно. И зарплату в клуб большой, и студион вместительный. Ну, посмотрим, как оно сложится у нас с новым тренером, с новой командой. Уж в этом-то, в этой-то лиге я должен себя проявить. Ну вот, айфон сломал, придурок. Держи, Биг Мак. Эй, не с этими чемоданами, я с войны пришел. Ну, да, не. Я сначала хотел в пакеты шмотки сложить. Но что-то стремно, лучше с чемоданами. Помню, как я с ними перешел в Эсбромич. Ага, меня с ними из него выперли. Да не выперли, тебя сдали в аренду. Дэвид Беккин был в аренде в Престоне. Ты вообще о такой команде слышал? Подъем. Такси ждет. Тренировочная база Newcastle United подозрительно похожа на тренировочную базу Вестбромич. Одинаковые полы, одинаковые стены, даже кабинет тренера, походу, я так предвижу, что в том же месте находится. Нет? Мадонна, что за жопоноги играют в этот команда? Бей, ну давай же! Нет, нет, не туда! Мерде, что за мудила? Хэ-хэ-хэй, Хантер! Твоя малка все еще возит тебя на этом корыте? Да-да, если ты играешь, как и раньше, скоро на такую же пересядешь, понял? Да ладно, не говнись! Наоборот, я здесь себе на новую заработал. Эй, я знаю, что это не премьер-лига, но поверь, что и здесь платят хорошо. Серьезно. Здесь хорошие деньги, хорошие игроки, отличные клубы. Моя жизнь стала лучше с тех пор, как я оказался здесь. Это факт. Кстати, а хуле ты тут делаешь? Ищу кабинет мистера Агастина. А, Дино, что ли? Эй, Дино! Тут какой-то подозрительный тип у нас в коридоре. Говорит, что футболист. Алекс Хантер, добро пожаловать! Мистер Агастина? Дино, просто Дино. Вы с мистером Вильямсом знакомы? Да, мы с ним старые кореша. Диньон говорит, что вы вместе были в Академии. Главное, это сыгранность команды на поле. Сыгранность, это перфекто. Я рад, что вы близкие друзья, это поможет сколотить коллективо. Это заразительно. Ага, ну да. Алекс, у нас проблема. Нам у вражеских ворот не хватает движуху. Особенно некому забивать голо. Мистер Уильямс неплохо создает моменто, но некому завершанто. Я думаю, вдвоем у вас не будет проблеманто с забиванто. Я чувствую, что я порву этот курятник, Дино. Бум! Так, слушай, анто, в третьем туре кубка нам доставанто тяжелый соперник, где в таблице нужно по одним анто. Уверен, что вместе мы порв анто этот курятник, как ты сказал. Чтобы янто не значил анто. Для тебя здесь открыванто масса возможностей. Вистер Уильямс подтвержданто. Если плохо выступанто на неделю, всю следующую неделю усиленно впахивать на тренированто, чтобы отварить место в составу. Капиш? Ну вот и заебанто. Слушай, мне тут пора к телкам на свиданто, так что до свиданто. Местные телки Тащинто с моего итальяна Акцентто. Мне пора бежанто, помни завтра тренированто. Ладно, пойдем проведу тебе экскурсию. Ну что ж, хоть друзья у него в этой команде есть, хотят называть его другом. Ух ты, Нью-Кассел, смотрите, какой город красивый, серьезно. Особенно кайфово, наверное, жить вот в этом доме под мостом. Кто, блин, в нем живет? Тролли? Пещерные тролли из Подмостовья. Нью-Кассел объявляет о подписании ведущего игрока клуба Весбром. Ну, не такой уж он там был. Ведущий? Мы рады объявить об аренде одного из лучших молодых игроков клуба Весбром. Мистер Алекс, который на следующий время выступает за наш клуб. Ну, хоть где-то мне рада, ёптвою мать. Пожалуйста, давайте без пасов, блядь, без... А, это не пас, это стандартное положение. Может быть, этот футбольный клуб не такой конченый? Сегодня мы будем тяжело работу ради саморазвиванто. Оно начинается с тренированто. Его можно добиванто только упорным трудом и усилианто. Господи, посмотрите, какой черный негр. Я таких черных негров в этой игре еще не видел. Не, я не про банду, которая стоит слева, это понятно. А вот в центре, в желтенькой майке, посмотрите, какой чувак. А почему вот эти три не с братанами встали? Вообще, если их поделить порно, то здесь, знаете, получится как в два футбольных состава в тюрьмы. Справа нацисты, а слева черная братва. А вон, кстати, главарь нацистов под номером 12 с невозмутимым лицом Владимира Владимировича топчется. Так, рейтинг тренера у меня хуесосный, понятно. Я надеюсь, что пенальти и особые пенальти. А, смотри, тренер, перфето, я не хочу бить особо обычные пенальти. Я хочу, я хочу ебашить сразу, сразу тяжелые пенальти, потому что я-то мастер. Если вы мне еще и будете как бы на матче ставить задачу не мячики отбирать и не хуи пинать по полю, я буду просто счастлив. Я буду... О! Тут даже гамма что-то лагает у вас. Не, ну это гол, однозначно. О! Больший ворот то. Не очень понимаю, как работает эта система. Но гол засчитали. Может быть я даже когда-нибудь в мишеньку попаду, хоть в одну. И это отлично. Но сразу видно, что требования у этого клуба не самые высокие. Пойдет. Это особые пенальти. Забегать можно больше пенальти старайтесь не подпадать. Всегда понятно. С тех пор, как у меня убрали стрелку, так сложно стало бить. Почти в мишень же попал. Ну что ж ты как хитозник-то, блин. Там такой миллиметраж, походу. Ну пожалуйста, попади ты в мишеньку. Удары низом вообще не активируется, эта кнопка. Да. Особые пенальти, походу, еще сложнее будет, чем то, чем я до этого занимался. Хотя там были сложные. Вообще можно промахнуться мимо ворот, интересно. Ага. Ух ты. А если бы еще и с голым, вообще цены бы не было. А, я понял. Нет, я не понял. Он как бы меняет направление, походу, когда к мячику подбегает. Ну как это использовать, я просто не понимаю. Особый пенальти, момент для пенальти. Это же только момент для пенальти. Ну что ж, мы стали ближе к стартовому составу. И то ладно, может быть сейчас нас... Интересно вот посмотреть, какие задачи на игру ставит этот тренер. Кстати, квартирка у Хандроса, ну не фиговая. Грех жаловаться. Не знаю, может по меркам футболистов это халупа. Но в целом хорошо. Мы с веганами будем играть. Ньюкасло против вегетарианцев, походу, все равно. Футбольный клуб вагинаторианцы. О, раздевалка-то какая, как, блядь, в советской бане, сука, я не знаю. Так, Хантера я на поле не вижу. Армстронг 68, Диами 75. Ну, у всех за 70, грубо говоря. У Хантера, сколько там, 67 сейчас. Сегодня мы начинаем новый этап в этот Лиг Го. Помните задачу. Каждый из вас кирпич в стене. Если один треснет, рухнет вся стена. Понятно? Алекс, сегодня ты начинаешь в запасу. Среди внимательно. Вникай в наш стиль и готовься выйти на второй тайму. Давайте поаплодируем за эту зажигательную речь, парни. Давай, парни, хлоп-хлоп. И помните, что форму вы стираете сами, так что сильно не пачкайте. Думаю, Алекс Хантер вырастет большого игрока. Но пока рано часто заигрывать его в основном составе. Заигрывать. Мне кажется, облегает подписание. Так, ну это я уже видел. Ну, давайте посмотрим, форма у них какая. Вроде как Ювентус напоминает белая в черную полоску. Роба-наволочь. 25 минут. Впечатлитель Шефа 8 и 0. Шанс на пороге создать один момент. Слушайте, а запросы-то у этого тренера повыше. Там У7 было достаточно, а там У8. Но этот голов не требует, отборов не требует. Один момент ему достаточно. Ну, момент-то мы создадим какой-нибудь. Например, ниггер момент. Ха-ха, шутка. Надеюсь, вы смотрели гетто. Сериальчик такой. Знаете, о чем речь. Ой, блядь, эта команда в пас играет. Прижали соперника к воротам и ждут свой шаг. Эта команда еще бичевее играет в пасы, чем Вестбромвич. И вот-вот на поле появится свежий игрок в замену гостей. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Опять что-то багнуло. Не пишут рейтинг Алекса Хантера. Сколько у меня текущий. Перепад мяча и можно начинать... Это в каждом втором матче, блядь, не работает эта херня. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Может, где-то на какой-то кнопке включается. Я только советы тренера могу включать. Бесполезная говна. Тут может что-то получиться. Охуительно навесил. Да, через такую защиту непросто будет прорваться. Развернул его, главное, грамотно, чтобы он навес дал. А он опять развернулся под свой... Ой, блядь. Это до свидания с поля сразу, походу. А что насчет карточки? Нет. В этой лиге же пожалели. Джамал Лошелес. Джамаль. Террорист Джамаль. Так, надо что-то забить. Надо впечатлить тренера на 8 баллов. Я вообще не знаю, сколько... Сисоко? Ты теперь здесь? Ты же в Интере играл. Или в Реале. Сисоко, видимо, уже старый пень. Да, точно. Он играл в топовых клубах когда-то, когда был молод. Видимо, может, мы тут Ревальдо встретим. Хуй его знает. На, ёпта. Голкиперы хорошие. В этой лиге не хуже, чем в прошлой. Блядь, ты посмотри. Всё, давай, отбирай, отбирай, отбирай. Судья даёт продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет жёлтая карточка. Хрен, за что? Блядь, вдвоём-то можете мячик отобрать? Обешивать парад. Пацаны, вы раньше, что футбол играли? Теперь придётся побороться ещё раз. Вот, что-то сейчас было. Телепорт под мячик сразу двух игроков. И скоро на поле появится новый игрок. Замена в команде гостей. Ну, давай, Сесока. А вот сейчас все уставшие на поле уже. Странно. В той лиге это не работало. Функция я специально смотрел. Один раз. Один раз заметил, что не сработало. Я думаю, ну, наверное, всегда так. Интересно, а тренера тут нарисованы реально, какие в клубах там? То есть я, если в другой клуб выбрал, у меня бы другое лицо у тренера было. Хантера пизданули, ёпты, просто, просто знатно. Опа. Жрите говно, пингвини, сычки. Как Аршавин, как Аршавин. Да. Е-е-е, самолетиком, самолетиком. А, то есть, чтобы я и раньше вернулся из аренды, я должен играть как можно лучше, бред собачий. Не, в этом дивизионе хорошо, в этой лиге. Я тут звездой буду, смотрите. Голы пошли. Веган-атлетик. Веган-атлетик. Ждали, ждали, дождались. Что-то будет хорошо. Давай, давай. Только участвую, что я против Зенита играю. Тоже голубая форма какая-то. Единственный обладатель фамилии, кроме Хантера, по мнению комментаторов этого матча. Лучше немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Ну, Сесока, блядь. Ну, ты ж пасы-то умеешь давать. Ты ж, блядь, играл где-то там в классном клубе в каком-то, блядь, не помню. По-моему, либо Реал, либо Интер. Где-то там он был. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Блядь. Это на ход. Так, создать один момент. Я создал момент уже. Я хочу, как бы, в стартовый состав. Потому что мне надо создать какой-то там момент. Назову-ка я жену судьи шлюхой. Вдруг это и будет тот самый момент. Бей второй раз, ублюдок, что ты тянешь-то. Ворочек с челочкой, смотри-ка, надо же, блядь. Что-то ловит. Да, 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 да. О-о-о-о. Ну, выиграй ты головой-то хоть что-нибудь-то, паскуда ты такая, блядь. Сбросил бы своему на ногу и все. Вот тебе момент создали. Нет, блядь, не допрыгнуть ему. Ой, блядь. Что за мудлана? Вроде я ему головой даже прокачал. Он не прыгает вообще, ему прыгалку надо в ногах прокачивать, не знаю, пружинки там в кроссовке ставить. Он не прыгает. Он может и бьет головой, но он не прыгает. Блядь, а теперь я парашютик зарядил. Парашютик вот только к месту я набрал. Хм, парашютик. Но раз не реализовал, думаю, нет. Можно было бы... Так у них, блядь, в воротах ДЦПшник стоит, он должен был выход на выходе сыграть и не стал. Я заранее парашютик зажал, думал, сейчас он подойдет ко мне, я же же рядом со всем. По-моему, трибуны орут Хантер, нет? Как меня любят в этом клубе, нравится. Давай! Сука, скорости не хватает, надо дриблинги качать. Чуть-чуть, чуть-чуть бы, просто копыта бы протянул. Ну, низкосраки Хантер, там бесполезно ногу вытягивать. Хороший пас, Вафланг. Вафланг. Ты Вафланг, ёпты. Что за пас у тебя? Вафлангист. Шейк Тьотэ. Теперь по логике старый негр Сисока должен поделиться с нами мудростью и научить меня играть в футбол. Помню, когда я был звездой. А было опасно, точнее сказать, напряжён. Было вот так-то, вот так-то. Давай, отнимай, теперь обратно, мудлан, блядь. Да что же вы, сука, за дебилы-то? Вот это здорово, отличная работа. Сниму от мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Почему-то диктор на стадионе чуть ли не на китайском разговаривает. Перспективная фланговая атака. Динамики, наверное, плохие. Начи-ка-ка-ка-прервал. Тика-ти-ти-ти-дин-два. Ну, Хантер, ты, блядь, не видишь, что пасти на ход дают? Чё ты прыгаешь на месте? Ну, блядь. Ну, как так-то? Ну, должен был мяч перехватить. Он, блядь, об ноге споткнулся и улетел. что за ебка главное смотрите наверно самая черная команда англии на хрен хрен им в жопу да две баночки в одном матче а любите меня все в девяточку ну как не со всей силы в девятку это вообще-то блять сильно сильный удар опять трибуна руд хантер ну рано-рано три будут меня полюбили мы понимаем две банки не я понимаю что я из высшей лиги из бромича я там они думают что я был легендой клуба 3 очка 3 очка как мы знаем это деревенский школьный туалет как я рак подкать еще до лучший момент это стоило повтора и завершено смотрите я на 9 и 1 наиграл ну конечно два гола забил вообще-то это 10 по меркам первой лиги я думаю больше тут никто не забивает алекс это ваша первая игра в чемпионшипе как вы себя чувствуете почти как кларкент когда он прилетел скриптона на землю по сравнению со мной все медленные заторможенные ну вы понимаете алекс вам всего 17 а вы уже забили свой первый гол на серьезном уровне в чемпионшипе ну вообще это не первый мой гол я так-то из-за вас бромич пару раз забивал только об этом почему-то никто не помнит но ничего я еще столько банок на клочу что вы считаете останетесь алекс вы сегодня забили что скажете про ваш гол ну мне дали пас я ударил по мячу мяч попал в ворота вот игол что я должен отвечать на такие вопросы давайте я лучше расскажу вам как я рад оказаться вашей команде счастлив выходить на поле и буду рвать за задницу нет спасибо да пошла ты наград награду ли 150 300 рублей флоринов флорина фунтов цена трансфера я подорожал 6 миллионов 300 стоит моя задница и опахи рак и я в стартовом составе ничего себе карьерный уже с вашей команде а после следующего матча наверно тренером стану да а еще после одного и стану владельцем клуба ну давай шестьдесят 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 семь это успех девочка характеристики удары как это повышать удара удар стороной стопы запас конце матча да я так всегда в конце матча нахер не финтов рейтинг финтов нахер не надо лучше выполнить подкаты нахер не надо ничего сил ударов головой я не вижу такого параметра чтобы должны какую-то шкалу повлияло пас подкруткой короткие пасы длинные пасы нахер не пасы я не пасовальщик еще раз говорю не надо мне их набрать не но бывает такое что александр дает пасы он часто дает пасы дублять не запасы как бы рейтинг то ему накидывать будут из голы наверно ну александр сегодня кубковый матч тащи нас роберт бансон понял кто главный новости из и стана клуба newcastle в матче кубка лиги newcastle выпустит на поле новичка с первых минут я ничья из ничья могло быть и хуже ну дэнни вильямс тупорылый еблан сразу понятно потому что мы выиграли 2-0 вообще-то но он говорит что это ничья ой блять 2-0 матча против клуба веган александр осваивается чемпионате это хорошо соси хуй уокер ты пидор редко смотрите все написали что это победа только один дэнни ничья могло быть хуже и вообще блять на поле был обдолбанный обдолбанный наверно барбитуратами какими-то смотри как александр работает с мячом одно удовольствие до 0 победа newcastle united даже этом же духе да да продолжай продолжай что тренируля день игры не без тренировки надо же вы чё по праздникам тренируетесь мне очень понравилась твоей гранту замену ты быстро обучал то и на матч кубка лиги я поставлял тот тебя в основу руководство держит меня за шару и требует победу и вам зато еще не вопрос вот хантеры в составе увидимся 76 у нашего давнего заклятого друга у хантера 67 хуже только хавден какой-то вот там 66 у него а наш вратарь вудман наверно тот самый из порнухи потому что блять у него 61 явно он ебаться умеет лучше чем футбол играть истерии еще в 61 и а играем и против keep your это видимо сенаты граждане рима в этой игре не знаю готовится продолжить свое триумфальное выступление в кубке дескель и дескель и смотрите похож на ведущего новостей какого-то слепого от аркидина это черная оранжевая форма ништяк впервые хантер выходит в основе обалдеть торжественный момент смотрите он впервые как будто стадион увидел нихуясь а чему сейчас будем делать пацаны а песню петь обычно просто я это со скобьи на это смотрел а у нас не либо нету гимна либо хантер слов не знает вау впервые пожалуйста он даже забыл руки пожать он не знал что не знает не знаешь на делать первый выход пацана ёпты давайте похлопаем сейчас голова то выглядит закружится снова этот болван рядом с нами который будет сейчас смотри еще раз в ничью 2 0 сыграем балбес мукиф 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 мукиканов такой-то маленький мальчик еще с кивом уны с вами сегодня георгий черданцев и константин и мы от ровок английской лиги здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать на хороший английский футбол на хорящий почему мы видим греху составом команды хозяев поле тренер выпустил всего одного нападающего ну и один в поле тоже воина особенно с такой мощной группой атаки до выпустили одного нападающего который нихуя не идет в нападение хочу заметить где-то там топчется прыгает ленивот чукотский блять показали составы только что вы прокрутили под карты никогда такого не видел до этого видимо что-то изменилось в футболе защитник поднасрал нам угловым правильно говорить вот это так на болот или похож который сейчас был по треугольником под красным видите угловые чё делается блять часы еще раз блять такая же хуйня сейчас будет один в один ну может быть мячик не туда улетит но автогол они все-таки все-таки голы в этой игре бывают с углового смотрите культы радуешься долбоёк дышнет из-за вам жопой своей забил молодец ебланище блять мы играем против команды которым форму бабушка связала обратите внимание и мы уже проёбываем 1 0 это пиздец пиздец вот это да я думал что весбромич долбоёбы по уровню долбоебизма им очень далеко до этой команды тут такие я притирает еще к этой команде не знаю на что не способны кроме забивать свои мечи свои ворота мечи бичи только свои ворота забивает мечи давай 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 алекс hunter давай разгон родной давай ну кто-нибудь кому-нибудь паста надо отдать нет заебись контроль мечи блять я заебался почему алекс hunter на такой конченной позиции играет вообще ни разу не в атаке у меня дочит где-то блять отлично отбор но мяч ты кому достанется я хуею без бояна во первых кстати мне не озвучили что я должен делать в этом матче может получиться что-то стоящее но наверное победить наверное в идеале что-то в любой непонятной ситуации надо забивать нападающих ну почему наш нападающий нихуя не нападение двойная проверка галки пера галки галки пера я вроде позицию форварда выбирал и угадал почти подошли к воротам но защитник на чеку перехватил он эту передачу выбили у него мяч кому он достанется это выльямс мне должен был момент создавать а в итоге я ему посыдаю очередная потеря да потому что блять ёб твою мать ты беги где-то не по прямой от меня долбоем я не могу типа садать блять через трех защитников кретин блять ебаный сука блять чё за команда дебилов нахуй еще одна у вас тут и так можно понятно блять долбоебизм какой-то здесь в этой лиге просто бредятинок это происходит чипа завис сейчас завис не еще нахер снова равенство на табло 11 интересно этого с автоголом то есть берут пусть наши команды а я все-таки все-таки мне надо видимо прокачать и передачи и отборы потому что на позицию форварда нормальную я попаду очень таки передачи всегда таят опасность для а сейчас вперед можно выйти кретин игра остановлена будет угловой меня решили повторно обучить а теперь заработала этот дурацкая функция по выбору игрока а то есть прошлый понятно это это очень странно потому что в прошлый раз угловой подавался сразу теперь как на тренировках сначала выбираешь куда жмешь удар потом игрок твой бежит туда куда надо и уже по ты тогда только подаешь давай дебил блять ёб ты блять ты чё сходу то не забил ну что сказать галище вот интересно что галинище защитник за такую за такой лафовый гол хантеру даже в рейтинг не накинули я заметил ничего не дали 2 минуты добавлять неплохо хороший пас получился хорошие владение мячом я ну пасы может и надо хантеру но отборы точно нет от отбор от отборов мяча александр очень далеко находится как-то очень редко бывает ситуация когда хантер реально может мячик отобрать твои действия в отборе были неэффективны я блять вообще нахуй отбирать ничего не должен гандон действия были неэффективны к этого дебилка рисую жопой блять гол наши ворота забил животное блять опять плохой отбор да что за еб твою мать опять мои отборы оценивают но я помню что это было еще и в 14 если я когда карьеру проходил там тоже за любое твое действие неважно отбор это подкат мимо цели пас кривой блять это все давало минусы даже если ты там так кран классно было сделано что даже если ты забил 5 мячей за матч и у тебя 10 и 0 и при этом ты сделаешь корябый какой-то пас и тебе понизит рейтинг хороший отбор хороший отбор блять и отворот чудесный отбор от бога я бы сказал сисоко ну старенький сисоко убрали отличный пас в разрез дэниэл уильямс ебать ну ты дровосек блять нихуя переебашил сейчас бы ворот нам пополам цука чуть не треснули посмотрите сохранил таки мяч под прессинг таки сохранил ничего сохранитель мячей у нас удашелся прижали соперника к воротам мы ждут свой шанс по флангу развивалась атака но успешно защитник играть и играть еще полчаса хантер просит передачу блять которую невозможно отдать просто неплохо действует игрок мяч отобраны что дальше удар карелли к угловой приятный бонус когда ты и так видишь блять что-то опять что пошло не так какой удар вратарь намертво забирает мяч надо сначала выбрать точку потом выбрать персонажа а потом только включится подача замена готовится в команде гостей решил тренера немножечко и давайте посмотрим кто покинет поле срочно видимо суть потому что мяч валк улетел замена поле покидает один из лучших игроков матча только послушайте дэнни уильямс ушел один один да ведь он нихуя не сделал да да что там мои то два гола говно собачье то ли дело удар удар в перекладину воды не увидимся отличный рывок алекса хантера бляха пас еще не отдал пидрила первым успеет к этому мячу я ж нажал какая-то такая мяч сохранить ну ёб твою мать 15 минут отбирай дармоед как хочешь для если хантер так в каждом матче будет по 2 гола забивать я думаю блять что выходит голкипер ловит мяч и в принципе может сразу начинать атаку это будет имбова для статистики будет алекс 2 гола 3 главное своему отдать он там лепит я вы я не зря ему на каждый на каждой тренировке удары ставлю блять еще в ближний угол был бою все мою жопу оближут просто кто там игрок матча вильямс кто такой вильямс твою мать hunter 10 но 10 рейтинг 10 алё все давай вязаные вязаные футболки давай домой отлично бабушка супчик сварила пиздуйте отсюда блестящий сыграл теперь надо грамотно распорядиться мячом какой-то медленный пас фланга тут защитник очень четко разобрался это был защитник это наша треугольная голова так выбор момента какой нахуй выбор момента у нашего в руках мухи долбится вообще по полной программе будет угловой и пробил совсем немного серьезно пробел рядом со штангой не дали я еще я либо еще пять забил если бы вот три минутки добавить да забили четыре гола выиграли 31 все чё грустный хуец невкусный да как тебе а дальше может не продолжать мне хватит героя уровень игры уровень игры просто бог чё что вы не видите соперника в следующий раз бла-бла-бла блять чё блин неужели просто как леонель месси три гола за матч забивает ему тоже говорят леонель ты молодец внутри блять соперника что-то хуёво видишь короче 10 билин закупи не знаю а я все дорожаю смотрите кого все сто процентов сто процентов владею акциями стартового состава ну-ка что там вестбром вылетает из кубка лиги может алекс хантер прошли бы на пару тур подальше передумайте может с алекс хантер вы сбром проебал в кубке лиги 1 3 парни александр давай еще хочу видеть все наш проект способен пока его не отозвали высочайшую точность передач все на той неделе было черт из кубка лиги все-таки нас все-таки выбили кое-кто из парней нас сегодня подвел теперь нужно светочиться на лиге кубок лиги только на часа мы уже пакуем чемоданы сегодня мы подвели клуб болельщиков самих себя карли своет чарли вает любая команда может проигрывать кубка и матч новая сбро вылетает с кубка с очень громким треском вы сбро в очередной раз заслуженных выбывает из борьбы за кубок баниш бань бахиш маниш бахиш в кубке лиги команды с премьер-лиги могут попробовать в деле молодых игроков но как это сделать если вся молодежь в аренде похоже в сбро в этом году играет слишком слабо чтобы бороться за кубки это мой менеджер причем им пишет а чужие а чужие это гарри кейн ты ничего не писал педрила ванюча два все глаза смотреть да 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 все я всеми силами пытался и внес отодрал их как ему не снилось тренировочка удары сразу видите в нормальный клуб попал тебе для тренировку нормальную стоят не пасы какие-то блять обоссаны но я думаю что с этого момента я буду пропускать повторяющиеся тренировки то есть какой смысл одно и то же показывать раз за разом удары парашюты вот поставят человек новое тогда тогда да сниму это будет иметь какой-то смысл а так просто ну время растягивать в общем на этом конец посмотрим что у алекса хантера получится с клубом newcastle дальше что-нибудь жмите что пишите и все такое